О положении дел с наличием МТО ВМФ за пределами РФ и сроках постройки фрегатов. 30 апреля 2019 года. Военное обозрение. О положении дел с наличием МТО ВМФ за пределами РФ и сроках постройки фрегатов. На финальной стадии находятся заводские ходовые испытания фрегата проекта 22350 Адмирал флота Касатонов, Адмирал Касатонов. Это фрегат так называемого Адмиральского проекта, представленного на данный момент в строю ВМФ РФ единственным сторожевым кораблем дальней морской зоны Адмирал Горшков. Источник изображения. ТОП ВОДАТРУ. Планируется, что Адмирал Касатонов войдет в состав военно-морского флота России до конца текущего года равно через 10 лет после закладки. Для справки, Адмирал Горшков строился больше 12 лет, войдя в состав флота летом прошлого года. При этом последующие серийные фрегаты проекта 22350, как утверждается, будут построены за более короткие сроки. Так, прогнозы по вводу в строй заложенных на днях фрегатов Адмирал Чичигов и Адмирал Амелька 6 лет. Их ожидают увидеть на боевом дежурстве в 2025 году. Сроки строительства новейших российских фрегатов известная проблема. Однако есть и еще одна проблема связана она с применением сторожевиков дальней морской зоны. И проблема это количество пунктов материально-технического обеспечения ВМФ РФ за рубежом. На сегодняшний день фактически единственным официальным флотским пунктом то за пределами России остается Тартус. С таким положением дел трудно говорить об уверенном присутствии надводных кораблей нашего флота в Мировом океане. При учете того, что американские друзья практически постоянно оказывают давление на своих партнеров даже в плане предоставления возможности пополнения запасов воды и продовольствия экипажем российских военных кораблей, Ситуация не выглядит безоблачной. Известны случаи, когда давление оказывалось на власти Вьетнама, Испании с целью недопущения обслуживания российских боевых кораблей. В случае с Испанией речь идет о дальнем походе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии. В такой ситуации помогает исключительно дипломатия, в том числе и военная. Выстраивание теплых и тесных отношений с Кубой и Венесуэлой в Карибском регионе, с Вьетнамом и Филиппинами в регионе Юго-Восточной Азии позволяет подготовить платформу если не для создания пунктов МТОВМ и ФРФ в этих странах, то хотя бы для гарантированного и беспрепятственного пополнения запасов российскими военными кораблями. Если Россия всерьез намеревается грозить тем же штатом гиперзвуковыми цирконами, то без постоянного военно-морского присутствия в Атлантике не обойтись. А постоянное военно-морское присутствие такого характера невозможно без точек техобслуживания кораблей и упомянутых пунктов пополнения запасов, даже если число фрегатов адмиральского проекта будет расти быстрыми темпами. Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.